Тему, которую мы будем обсуждать сегодня, можно обсуждать практически каждый день. Потому что ежедневно доверчивые граждане республики становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников. Только за последние три недели мошенники обогатились за наш счет почти на 3 миллиона рублей. Это не предел. Чтобы поправить свое здоровье, Сыктывкарка перечислила аферистам, вдумайтесь, 8 миллионов рублей. Мы работаем в прямом эфире. Это детали дня. Итак, что же произошло? Сыктывкарка решила доверить свое здоровье парапсихологам. Лечилась по телефону, заплатив целителям за три месяца около полутора миллионов рублей. Поняв, что толку от лечения никакого нет, женщина его прекратила. Но мошенники напомнили о себе через несколько месяцев. Они предложили вернуть ей деньги и за полгода выманили у Сыктывкарки под предлогом уплаты каких-то сборов еще более 6 миллионов рублей. Чтобы отдать деньги мошенникам, женщина занимала у знакомых и брала кредиты в банках. Недавно четверо подозреваемых в этом мошенничестве были задержаны в Москве. Но далеко не всегда аферистов можно найти. Продолжит сюжет Виктории Палкиной. История про Сыктывкарку и про психологов особенная лишь в одном. Сумма ущерба 8 миллионов рублей уж слишком велика. А так достаточно банальная ситуация. Жертва верит в вымышленную, но при этом хорошо продуманную историю. И злоумышленники выкачивают из кармана потерпевшего максимальную сумму денег. При этом используется лишь мобильный телефон и живое общение. Известную легенду о родственнике, который попал в беду, совершил ДТП, кого-то сильно избил или был задержан с наркотиками, а добрый сотрудник силовых органов готов замять дело за вознаграждение, аферисты широко эксплуатировали года три назад. Что с ребенком? Что с твоим ребенком? Где взять нужную сумму? И все это на психологию, на психику человека давит. То есть 2-3 минуты прошло, звонок. 2-3 минуты прошло, звонок. 2-3 минуты прошло, опять звонок. И каждый раз, то есть вы вышли, вы перечислили, может быть, вы ошиблись, куда вы перечислили, давайте с вами сверим, не дает человеку что-то другое подумать. Но и сегодня этот сценарий работает. Хотя, казалось, люди уже давно должны были научиться на чужих ошибках. После мошенники придумали новые истории, стали чаще играть на человеческой жадности. Появились легенды о специальных призах радиостанций или компенсации для пенсионеров за лекарства. Причем прежде, чем купить медикаменты, нужно было заплатить налог. Особо популярна тема псевдоблокировки банковских карт. Я ничего не подозреваю, я была свято уверена, что я занималась разблокировкой своей карты. И потом, значит, ушла спокойно, не проверив, заблокирована карта или нет. Вот, понимаете, такое вот какое-то вежливое обращение по телефону. И вот эта обстановка вся, тем более, как была настроена на то, что это вовсе не обман. Выявить мобильных аферистов силовикам становится все сложнее, ведь в дело подключилась всемирная паутина. Искать потенциальных жертв даже не надо, они находятся сами. Так на том же Авито размещается объявление, а дальше дело техники. Потенциальная жертва набирает указанный телефон и снова срабатывает фактор живого общения. Жертва, как завороженная, выполняет все устные требования на другом конце провода. Так житель Усинска при продаже квартиры остался без 400 тысяч рублей. Мошенники под видом покупателя предложили Усинцу перевести на его банковскую карту предоплату. Номер своей карты он назвал, но денег так и не дождался. Через несколько дней лжепокупатель снова позвонил и был очень удивлен, что его сумма так и не дошла. И попросил СМС-пароль, чтобы проверить платеж. И как только в руках афериста появились персональные данные, номер карты и сам пароль, со счета жителя нефтяной столицы списали 400 тысяч рублей. Только за прошлый месяц в Коми зарегистрировано больше двух десятков таких случаев. Ну и, как говорится, и статистика нам в помощь. Давайте на нее посмотрим. Прошу выдать наш слайд. Итак, эта информация предоставлена Министерством внутренних дел Республики Коми. За 2015 год зарегистрировано преступление по статье 159 Уголовного кодекса, это мошенничество, всего 1931 преступление по республике. Из них с использованием телефонов 592, с использованием интернета 605, с использованием банковских карт 113, всего 63% от общего количества по статье мошенничества. А, как говорится, в далекое прошлое ушли способы Остапа Бендера. Давайте разбираться, почему это происходит, почему люди сами отдают немалые деньги. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 46 90 60. Пожалуйста, уважаемые телезрители, звоните нам. Накануне нашей программы мы связались с некоторыми жертвами мошенничества, попросили их рассказать, как это происходит, что они переживали, как это происходило в их жизни, чтобы другие не повторяли ошибок. Они все практически отказались. Сейчас эти люди могут нам позвонить инкогнито, совершенно анонимно, рассказать нам, что происходило в этой ситуации. Кроме того, уважаемые телезрители, позвонив по телефону 46 90 60, вы сможете задать вопрос нашему эксперту. Эксперт нашей студии сегодня, начальник управления уголовного розыска Республики Коми, Министерства внутренних дел по Республике Коми, Сергей Николаевич Отдельнов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, вы об этих людях знаете практически все. Ну, занимались, так скажем, серьезно. Я знаю, что вы руководитель непосредственно тех людей, кто брал вот этих самых мошенников, которые обманули нашу землячку на 8 миллионов рублей. Поделитесь, кто эти люди? Это что, Вольф и Мессинги? Это какие-то невероятные парапсихологи, академики, знающие все о программировании? Что это за люди? Ну, однозначно, эти люди, которые были задержаны, никакого отношения к парапсихологии, и тем более к лечению граждан отношения не имеют. Это лица, которые входят в структурированные преступные группировки, их нанимают для работы, обучают лица, прибывшие из ближнего зарубежья, предоставляют им жилье, предоставляют помещения, где они работают, обучают, предоставляют информацию, и работают как агентство, обзванивают территории не только Республики Коми, а всей Российской Федерации. Ну и, соответственно, часть денежных средств, основная, уходит работодателям. Какое было образование у этих людей, Сергей Николаевич? Трое из них уроженцев Узбекистана, и образование у них, скажем так... И 8 миллионов рублей. Вы знаете, пока мы готовили нашу программу, это буквально несколько дней. Вот свой начальный текст, который я говорил сегодня, по поводу того, что за несколько недель люди потеряли около 3 миллионов рублей, я, признаюсь, я переписывал 4 раза. Потому что за это время у меня начиналась сумма, и в тексте была сумма 1,5 миллиона рублей, потом 2 миллиона рублей, потом 2,5, сейчас более 3. Это буквально за несколько дней, потому что цифра эта меняется. Каждый день люди отдают свои деньги. Они что, вот наши граждане, ну не знаю, не читают информации по поводу того, что происходит, не знают этого. Или это связано, может быть, с каким-то явлением в экономике, не хватает средств, надежды на чудо. Что это происходит? Почему такое сумасшествие массовое? На самом деле цифры, которые вы привели, это официальная статистика. Она намного меньше. Она намного меньше. Часть людей боится афишировать того, что их обманули. Часть людей считает, что какая-то сумма недостаточная, ну для того, чтобы обращаться с правоохранительным органом. То есть, извините, я правильно понимаю, что на самом деле людей больше, тех, которых обманули? Они просто не сообщают об этом? Однозначно. Эту цифру можно умножить на много раз. Они не сообщают. Почему? Не сообщают, потому что, еще раз поясняю причину, либо стесняются, либо сумма небольшая, либо не надеются уже эти деньги вернуть. Наш регион, как он смотрится на нас, по сравнению с другими регионами? Он привлекательный для таких мошенников? Или где-то побольше? Однозначно. Уровень зарпад, по сравнению с центральными регионами России, у нас немножко побольше. На картах, откуда у нас похищаются деньги, соответственно, немножко больше. Сбережения у тех же пенсионеров в Воркуте, в Усинске. Ну и, соответственно, лакомный кусочек, как сладкий пирожок, они стараются территорию Республики Коми обзванивать на сегодняшний день. Привлекательный? Емкостные. В интернете можно узнать номера телефонов, которые принадлежат емкости Республики Коми, и, соответственно, их обзванивать. Это просто слепое набирание номера, я правильно понимаю? Есть разные способы, но в основном так, да. Можете ли Вы сказать о том, что в последнее время происходит всплеск таких нарушений? Рост, увеличение количества? Или это обычная цифра? Проблема эта была и ранее, но с введением таких понятий, как продуктов банковских, как мобильный банк, Сбербанк онлайн, развитие новых электронных денежных систем, таких как Киви, кукуруза и так далее. Соответственно, преступникам проще стало переводить деньги, проще стало снимать, ну и, соответственно, количество лиц, пользующихся картами банков, с которых можно похитить деньги, тоже, соответственно, с каждым годом увеличивается, поэтому, соответственно, эта цифра, она растет. Правда ли, что люди не только в ходе разговоров в телефонах называют свои какие-то коды, но они даже передают, привязывают свою карту к телефону мошенников? Есть люди, на которых мошенники, скажем так, воздействуют, нашли подход, сыграли на каком-то чувстве, либо жадности, либо еще что-то, либо боязни, и в ходе того, что люди подходят к банкомату, подходят к банкомату, составляют свою карту и проделывают операции, при помощи которых люди... То есть, держат телефон у уха? Держат телефон, держат телефон, и нажимают. Вот, буквально, например, в Усинске 85 тысяч пришел вроде как бы выигрыш, манипуляции провели, при этом сняли, кроме того, что с карточки, но и с книжки, деньги, миллион рублей. Буквально за несколько минут до программы мы узнали, что многим сотрудникам телеканала Юрган, как ни странно, тогда сегодня совпало, пришла СМС о том, что практически все они выиграли автомобиль, один и тот же. Лада Веста. А, вы даже знаете, вам тоже пришло? Этот автомобиль, Лада Веста, нет, нам поступили заявления, буквально в ближайший месяц стали поступать такие заявления. Это мошенничество? Это однозначно мошенничество, требуют... Наверняка телезрители сейчас кинули своим телефоном и увидели эту СМС о том, что вы якобы стали обладателями какой-то мифической Лады Веста, это не так. У нас есть звонок в студию, мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я спутался с такой ситуацией. Значит, я являюсь клиентом МТС и обратил внимание, в декабре у меня списали около 300 рублей, в январе ушло 600 рублей. Когда я подошел с этим вопросом в офис МТС, то мне сказали, что возможно, я каким-то образом подключил к себе какую-то рассылку. Ну, я вполне нормальный человек, я прекрасно понимаю, что я никакой рассылки не подключал. Рассылка как бы называется или схорос, что-то так вот они мне объяснили. То якобы я мог подцепить это через аппарат, через который я уплачивал вот свои деньги за пользование линии МТС. И они говорят, что, ну, дело в том, что этот, значит, автомат, он стоит в офисе, я постоянно там плачу, называется калибри. Я написал претензии в Нижний Новгород. Ответ пришел такой. Списание произошло корректно, потому что надо быть более внимательным при пользовании и так далее. Понятно. Ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос. Значит, кто за это должен отвечать? Спасибо. Сергей Николаевич, насколько законны такие вещи в данном случае, ну, не отрицают как бы оператор-то? В данном случае оператор, если не отрицает, и такой ответ будет даже при заявлении правоохранительной органы гражданина, что корректно списаны, то есть, соответственно, дело уголовное возбуждаться не будет, только в гражданском порядке. Я понял вас. Мошенники ведь прекрасно знают, что фраза «мама, помоги, мне нужны деньги» сработает, что банковская карта действительно может быть заблокирована, что драки, конфликты, ДТП не редкость, и жертвой может стать любой. Вот и идем на поводу у преступника, отдавая свои кровные просто так. Даже не пытаемся проверить тот бред, что нам несут по телефону. Наши коллеги из информационного агентства Коми Онлайн и вовсе открыли специальную рубрику, посвященную аферистам. Открыли, конечно, не в их честь, а для пользы читателей. И совершенно сознательно ведут подсчет каждой копейки, потерянной жителями нашей республики. Вот что сказала наша коллега из Коми Онлайна Екатерина Клепиковская. Весь 2014 год мы собирали эту информацию, а в конце года подвели итоги о том, сколько у жителей Коми украли денег, и получилась довольно большая сумма, это 16 миллионов рублей, ну 16,5 миллионов рублей. Затем мы решили продолжить в 2015 году эту рубрику и делали ее уже не еженедельно, а ежемесячно. И сумма получилась гораздо больше, уже 25 миллионов рублей. И после этого мы решили, что это довольно полезная информация о том, какими схемами пользуются мошенники, сколько денег можно вообще потерять, будучи не очень бдительным человеком. И вот в январе мы снова продолжили эту рубрику, но сейчас мы делаем ее уже немножко по-другому. Мы сразу в заголовке указываем то, сколько, куда было можно потратить деньги, которые отобрали в жителе Коми. Как нам сообщили наши коллеги из Коми Онлайна, в январе карманы доверчивых жителей Коми опустили на 2,5 миллиона рублей. На эти деньги, по подсчетам наших коллег, 46 человек смогли бы слетать отдохнуть на Гоа. Ну, вот так к слову. Сергей Николаевич, откуда мошенники берут номера телефонов? Ведь бывает, что они попадают четко, знают, что там, не знаю, у человека проблемы какие-то, они знают, что он брал кредиты и так далее. Откуда это? Ну, все это зависит от разного вида мошенничеств. Допустим, если просто обзвон, значит, берут объемы телефонов в Республике Коми, если их интересует именно Республика Коми, либо пользуются интернет-ресурсами для получения информации, связанной с обращением в какие-то органы, либо на сайт Авито и так далее. Другие. То есть там, где указываются телефоны, персональные данные, либо в соцсетях. Сергей Николаевич, если, извините, пожалуйста, но если это не секрет великий, у вас есть информация о том, что кто-то сливает эти телефоны, как говорят, извините за выражение, за сленг, что кто-то поставляет эти телефоны за деньги, может быть, какие-то службы, может быть, околосоциальные якобы, не хотим никого обидеть. А люди, которые имеют отношение к сотовой связи, имели отношение, имеют базу данных. По практике прошлого года работы по данному виду преступлений, не то, что имелась информация, в рамках уголовных дел присутствовали сотрудники и компаний сотовых, и сотрудники одного из основных банков, те, которые имели доступ к этой информации. То есть, соответственно... Такой может быть? Конечно. Так, ну понятно. Тут уж вряд ли можно каким-то образом защитить себя, потому что ты доверяешься тем людям. Так получается. А, кстати говоря, раскрываемость таких преступлений какова? Процент раскрываемости, тот, что мы считаем по статистике, он достаточно очень маленький. Почему трудно раскрыть такие преступления? Они затратны по времени. Раскрыть данное преступление, которое совершается с территории другого региона, достаточно проблематично. Мы раскрываем, примеры есть, хорошие. Задержание буквально недавно в Екатеринбурге, группы, в Петербурге, в Москве. Понятно. Ну, мы поняли, что таких людей много, которых обманывают. Мы ушли на улицу Сытывкара и задали им достаточно простой вопрос нашим согражданам. Ну вот, если вам позвонят из банка и попросят код вашей карточки, пин-код, сообщите или нет. Вот давайте послушаем, что сказали наши сограждане. Если вам на сотовый позвонят и попросят пин-код от вашей карты, что скажете? Не дам, не дам никакого пин-кода никому. Не скажу ни слова. Ну, грубо, наверное, отправлю куда-нибудь, потому что в основном так звонят только жулики. Я знаю, что нельзя этого делать. Нельзя. Ну, я разговаривать не буду, просто отключу телефон и все. Ничего нет еще. Они шунира. Их вообще надо арестовывать сразу же. Абсолютно адекватная реакция, согласитесь? Но почему-то, когда этим же людям, их знакомым, родственникам звонят, реакция совершенно другая. Что происходит во время этих звонков? Почему реакции нет? Там, вы преступники, вы воры, шлание проверить и наказать чаще всего отсутствует. Ну, реакция человека на действия другого индивида, я думаю, на этот вопрос лучше психологу задавать. Но на самом деле люди к этому готовятся. Люди к этому готовятся. Они прошли большую практику, либо обучили их лица, которые с ними работали, либо прошли практику в учреждениях у СИНа у нас. Те, которые находились за шуткой, соответственно... Они умеют общаться, они знают, на что надавить? Да, да, да. И знают, в каком темпе это делать? Как говорят жертвы, они делают что-нибудь быстро, человек практически не может... Если человек уже, в принципе, начал разговаривать, то я думаю, что они это в основном дело доводят до конца. Ну, вот, мошенники, они, кстати, очень знают хорошо психологию людей. Вот я себе выписал, какие мотивы они используют. Это беспокойство за близких. Куда денешься? Мало ли что с родным, близким. Беспокойство за свой номер телефона, счет в банке, ликвидитную карту, мало ли с ней что, а там все деньги. Желание выиграть крупный приз, ту самую мифическую Ладу Весту, которую сегодня, наверное, сообщили уже все. Любопытство. А вот, а если я получу доступ к другим там звонкам и так далее, получится или нет? Мы спросили у психолога Елены Ефремовой, а почему люди, вот, мошенники пытаются, почему им дается провернуть эту операцию и как избежать этой ситуации? Вот, что нам Елена Ефремова ответила. На самом деле, заставить поверить в выдуманную историю можно далеко не всех, а людей склонных к доверчивости, людей мнительных, как правило, это люди пожилые или дети. Мошенники сейчас придумывают разные истории. Это может быть и звонок из полиции, это может быть СМСка с тем, что ваш родственник попал в беду, ему срочно нужна денежная помощь. И люди в такой ситуации доверчивые, когда играют на их чувствах, естественно, безоглядно сразу выполняют то и переводят те суммы, которые заявлены мошенникам. Если вас хотят обмануть, то это проблема того, кто хочет обмануть. Как вам этого избежать? Ну, надо быть крайне аккуратным в том и думать о том, кто и что вам говорит, о чем вам говорят, о чем вас спрашивают. И если это заочное общение тогда с вас требуют или просят передать деньги, будь то на беду, случившуюся с родственником, или просто дети, которые учатся в другом городе, просят передать вас деньги на телефон. нужно быть предельно осторожным с тем, и кому какую информацию вы даете о себе, о своей семье, о своих каких-то родственниках, потому что мошенники очень быстро и с радостью этим могут воспользоваться. Осторожность, собственно, говорит. Согласен, Сергей Николаевич, позиции психолога? Ну, в части согласен, конечно, но статистика немножко другое показывает. Не только граждане пожилого возраста попадаются, но в основном лица от 30 до 40 лет у нас. И в данном случае мы имеем в виду не только, когда за родственников мотивы назвали, а выигрыш. И самое основное, это, конечно, блокировка карты. Мошенники находят уловки. На сегодня любой гражданин Российской Федерации может заключить договор с телекоммуникационной системой и переадресовать на свой номер сотового телефона, то есть забронировать себе номер номер 8800. Приходит смс номера 8800, человек, соответственно, этому доверяет, что заблокированная карта начинает перезванивать. Но на самом деле любой гражданин Российской Федерации сегодня может этот номер использовать и мошенниками активно пользуются. Это очень похоже на номера банков, бесплатные линии и так далее. У нас люди думают, что это какой-то ресурс однозначно либо государственной, либо принадлежащей к какому-то серьезному предприятию. На сегодняшний день пользуются все. Но ведь известны и места, откуда звонят и вообще контингент звонящих тоже известен. Не секрет, что немало телефонных мошенников сидит в местах не столь отдаленных. Вот развлекаются как могут. Конечно, происходит все это не без помощи тех, кто на свободе. Кстати, только в прошлом году против таких сердобольных товарищей возбудили 70 административных дел за передачу, за решетку запрещенных предметов. Сотовые телефоны пытаются перебросить на режимную территорию через ограждения, передать в посылках, передачах во время длительных свиданий. При этом используют различные контейнеры. Например, в шампунях, в гелях для душа, в различных емкостях, в том числе вместе с продуктами питания. Был случай, когда пытались спрятать сотовый телефон в иконе и уже икону передать осужденному. Пытались завести мобильники в стройматериалах и даже переправить на территорию режимную с помощью квадрокоптера. Сим-карты пытались доставить в баночках из-под крема, в дезодорантах, в стельках для обуви и даже в поздравительных открытках под наклейками. К тому, что сказал господин Козлов, могу добавить свежий факт. Буквально с июня 2014 по июнь 2015 года за год сотрудник колонии пронес на территорию режимного учреждения зачитывая не менее 28 сотовых телефонов, комплектующих к ним сим-карт, за что получил осужденных аж 128 тысяч рублей. Осужденные заработали на этом деле гораздо больше, как понимаете. А вы в курсе этой ситуации? Вы как-то контролируете этих людей и какая работа ведется по борьбе с этими людьми. Сами сказали, что у них большой опыт и общение, не знают, как поднажать. Еще раз приведу пример того, что задержали в Санкт-Петербурге сейчас буквально человека. Он находился, бывал на колонии в городе в Республике Коми, учился там мошенничать, в дальнейшем освободился, уехал в Санкт-Петербург, оттуда совершал мошенничество на территории Республики Коми. Вот буквально он задержан. Эти люди, которые занимаются мошенничеством, большинство из них уже имеют стаж, так скажем, уголовный или какой-то уже колонии нахождения или там чаще всего совершенно гражданские лица? Ну, как правило, как правило, стаж уже имеют, да. Ну, на сегодняшний день занимаются, скажем так, профессионально одни и те же в основном. Кормим уголовников, по сути. Да. Давайте возьмем телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Пожалуйста. Значит, многие банки сейчас звонят на наши номера телефонов, откуда они берут, неизвестно. Вот. И предлагают, чтобы мы взяли в долг деньги. В кредит. В кредит, да. Вот. Потом, значит, косметические кабинеты какие-то звонят и просят, если вы не можете прийти, вот я, например, инвалид второй группы. Я не могу прийти. Я им говорю, я не могу к вам прийти. Вот. А раз вы не можете, мы можем приехать к вам на дом. Все понятно. Косметические там дела делать. Понятен ваш вопрос. Насколько вот это, это мошенничество, вот звонят из банка, мы из банка такого, вот возьмите кредит. Возьмите кредит, мне тоже звонят из банка. А что вы делаете? Вот это основание для того, чтобы идти в милицию, в полицию? Как вы считаете? В любом случае заявление, то, которое, если человек посчитает, что в отношении него совершено мошенничество, будет проведена по нему процессуальная проверка и принято, соответственно, решение, и будет выяснено, мошенничество это или нет. Не разрешал. Нельзя давать. Он говорил, я не дам номер телефона, и вдруг он появился. Это ведь основание. Однозначно. Ну и, соответственно, в свою сотовую компанию тоже надо написать претензию. В сотовых компаниях претензионные центры имеются, и они эти закрывают телефоны. А что касается различных массажных и других кабинетов, которые хотят прийти домой, вполне возможно, тоже мошенники. Есть такая история. Но, к слову говоря, уважаемые друзья, телефонное мошенничество только часть айсберга, так скажем. Очередная афера с использованием всемирной паутины стремительно спространяется в интернете. Жертвами вымогательства и шантажа через сайт и знаком становятся доверчивые простаки, как правило, подростки и молодые люди. За линию в полицию обратились уже более 10 жителей Сытывкара. Однако полицейские уверены, что пострадавших от действий мошенников и злоумышленников гораздо больше. Схема проста. В процессе интернет-общения злоумышленники получают с обесенника интимные фотографии. А дальше требуют кругленькие суммы. Иначе все материалы такой переписки станут доступны всем. По данным полиции, интернет-шантажисты отправляют компрометирующие снимки практически всегда, когда жертвы отказываются платить. Цель проста, чтобы другие были сговорчивее. Данные преступления могут еще нести латентный характер. То есть много граждан, которые не заявляют в связи с тем, что им стыдно, неудобно. То есть это же, чтобы подтвердить, что это преступление было совершено, но иногда надо представить эти материалы. Они, соответственно, несут такой интимный характер. Не каждый гражданин готов поделиться со всем миром, но получается все равно это посторонние люди, следственная оперативная группа, ну как минимум следователь, дознаватель, сотрудник уголовного розыска. И это ведь только один вид интернет-мошенничества. А есть еще купли-продажи квартир, автомобили, авиабилетов. А ведь официальные сайты красивые, все расписано, там подразделы, нажмите сюда, сделайте так. Как отличить сайт, который может тебя обмануть, использоваться как орудие мошенничества от настоящего, от легального, от законного? Как не попасться? Ну, если говорить конкретно о покупках на сайтах, допустим, если отдельно взять сайт Авито, тот, который объявление частных лиц, не интернет-магазины, однозначно цена, цена вопроса низкая. Если вас требуют предоплату, это уже однозначно мошенничество. То есть, если цена ниже значительно, чем на рынке, это первый сигнал к тому, что это мошенничество? Это первый сигнал, этим пользуются преступники. В принципе, на сегодняшний день выложить объявления из любой точки Российской Федерации. Не сложно. В каждом регионе выкладывают, начиная с снегохода в автомобиле, ходовые марки, соответственно, цену на 20% ниже делают. И говорят, что, ну вот, звонит человек, ну, деньги нужны сегодня, как бы, ну, вот там еще покупатели есть. И тоже играют на чувствах, ну, человек хочет купить подешевле. И перечисляют, вплоть до 300 тысяч рублей люди у нас предоплату. А предоплату не должны требовать? Это ведь... Ну, соответственно, никаких предоплат, никаких... ни на какие-то электронные ресурсы, соответственно, это вы уже просто деньги отправили никуда. Сергей Николаевич, вы сторонник вот резких достаточно высказываний и позиций, что вообще не надо пользоваться интернет-магазинами, надо их там прикрывать, их стало большое количество, потому что они все прибежище мошенников. И вообще не надо делать интернет-покупки. Однозначно нет, однозначно нет. Жизнь идет вперед, технологии идут вперед. Я пользуюсь интернет-магазинами. Просто, если вы не уверены, не покупайте. Как? Сайт можно проверить. Сергей Николаевич, ну как? Вот вы купили какую-то вещь, да, предположим, вы рыбак, купили себе там лодку, потому что она была значительно дешевле. Вы рискуете ведь тоже? Ну вот как сказать, что на этом надо сайте покупать лодку, а не на другом? Однозначно, однозначно сайт можно проверить. Однозначно история сайта есть. Однозначно есть отзывы, отзывы о сайте. Однозначно, если вы пытаетесь купить товар, заказали товар, и первым делом у вас спрашивают деньги, а не каким образом он вам будет доставлен, какую вы выбрали там компанию по доставке либо почтой, то это однозначно уже мошенничество. Сергей Николаевич, если сайт был использован как инструмент для мошенничества, его нельзя закрыть? Ну, понимаете, через этот сайт уже столько людей были обмануты. Ну, пора закрывать. Ну, однозначно, сайт, допустим, Авито, через него не мошенничают. То есть его используют в качестве материала от того, чтобы получение информации. Но нет такой возможности у вас закрыть сайт, потому что он явно мошенничественный? Нет, МВД нет. К сожалению. Вот специалисты говорят, что у россиян повышенный уровень тревожности. Это связано с терактами, с культурным прошлым, с лагерями, с репрессией, гражданские войны. Все это у нас на генном уровне. С милицией, как говорят, можно договориться, а вот в Европе, в Америке таких звонков-то нет. Мошенники выбирают слабые места человека, родительское, детские отношения. Еще. У нас присутствует вера в то, что однажды вот мешок с деньгами сам свалится на голову. У нас даже сказки-то про Иванушку, который то со щукой договорится, то с кольцо волшебное находит, то рыбка золотая. Получается нам с вами с этим жить и становиться недоверчивыми, озлобленными, не идти на выручку. Ведь даже нашлись подлецы и негодяи, других слов не могу найти, которые звонили родственникам погибшихся актеров Северной о том, что якобы у вас будет заблокирована карта и пытались украсть деньги, которые им перечислили за погибших близких людей. Вот как? Нам другими становиться? Не доверять? Или это вопрос риторический, Сергей Николаевич, философский? Вопрос не риторический. Однозначно жить надо дальше, общаться, жить в обществе. Единственное, вот та часть общества, которая совершает преступления в отношении нас, довольно циничные, которые, как вы сейчас называете, ну, надо, значит, соответственно, обществу сплотиться больше информации и в правоохранительные органы, и обсуждать этот вопрос между собой, помогать там своим соседям, родственникам, объяснять все эти вопросы. Ну, что мы и стараемся делать. Если перечислить коротко, первое, второе, третье, как уберечься? Вот какие-то очень короткие, понятные рецепты, Сергей Николаевич. У нас сейчас слышит большое количество людей, и все-таки это говорит начальник уголовного розыска МВД Республики. Очень непонятные, короткие рецепты. Это первым делом надо понять, что если у вас появилась банковская карта, и на ней лежат деньги, соответственно, эти деньги, возможно, у вас украдут. То есть, соответственно, если у нас есть квартира, нас воры научили вставлять второй замок. То есть мы какие-то предпринимаем действия по сохранности имущества. Но вот к банковским картам мы еще не привыкли, что они смогут украсть с них деньги, должны иметь понимание и, соответственно... Осторожность. Осторожность, да. Спасибо. Сергей Николаевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Мы говорили об телефонах и интернет-мошенничестве и призываем вас, уважаемые телезрители, быть деятельными и не кормить мошенников. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова